Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной обзор судебной практики по налогам, на этот раз за октябрь 2021 года. Традиционно сначала предлагаю рассмотреть акты судебной коллегии, которые посвящены налогам. И в данном случае речь пойдет всего об одном деле, которое рассматривалось в октябре, а именно о деле Гутровой. В данном деле рассматривались последствия признания, что налогоплательщик занимался дроблением бизнеса. В данном случае результатом дробления являлось то, что доходы одного субъекта вменялись другому субъекту. Ну и как итог, получается, что тот, чьи доходы были вменены другому субъекту, уплачивал излишний налог, и значит он имеет право вернуть соответствующий налог. В общем, эта попытка и была предпринята в деле Гутровой. Ну, здесь следует заметить, что в целом суды допустили возможность возврата налога, однако было указано на то, что необходимо соблюдать срок на возврат налога. В общем, эта позиция выражена в акте судебной коллегии. Здесь подробно я об этом деле говорить не буду, поскольку я его уже рассматривал в выпуске налоговых новостей за октябрь 2021 года. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть соответствующий анализ. Следует заметить, что в октябре было достаточно много интересных выводов и в отказных определениях судей Верховного суда. И начать хотелось бы с дел нефтяных компаний. Здесь сразу следует заметить, что, конечно, эти дела, они носят узкоспециализированный характер и не затрагивают широкий круг налогоплательщиков. Однако я не мог не обратить внимания на эти дела, поскольку здесь особое внимание привлекает сама структура актов. То есть они по большей части похожи не на отказные определения, а на полноценные акты судебной коллегии. Хотя и эти акты, они по делам Татнефти и Газпромнефти, они вынесены судьями единолично. В целом вопрос касался о том, можно ли учитывать в целях определения обязательств по акцизам массу брута при определении количества, направленного на переработку нефтяного сырья. Так, налогоплательщики полагали, что здесь проблем нет и, по сути, это увеличивает налоговые обязательства для налогоплательщиков и интересы государства не нарушаются. Однако суды, и в данном случае судей Верховного суда поддерживают этот вывод, считают, что напротив в данном случае снижаются налоговые обязательства, поскольку используются вычеты по акцизам. Ну, собственно говоря, соответствующие выводы и определения содержатся в указанных актах. Здесь интересно, что в этих актах анализируется природа, вычетов по акцизам их направленность и вообще воля законодателя. Так что, в целом, акты достаточно интересные. Следующее дело – это башкирская медь. В данном случае рассматривалась ситуация, когда осуществлялись подрядные работы, но по тем либо иным причинам договор был расторгнут. При этом по условиям расторжения выплачивалась поставщику, подрядчику точнее, компенсация за незавершенные работы. И возник вопрос, необходимо ли облагать соответствующую компенсацию НДС. Ну, понятно, что налогоплательщик считал, что такая компенсация в базу по НДС не входит. Однако суды указали, что в связи с тем, что результат незавершенных работ, он все-таки передавался заказчику, а, соответственно, у заказчика, значит, имелся интерес к данным результатам, то получается, что, по сути дела, происходит реализация, за которую уплачивается сумма в виде компенсации, а, значит, есть основания для обложения соответствующих операций НДС. Ну и, наконец, следующее дело – это дело лесозавод судома. В данном случае в этом деле суды сделали вывод о том, что учет основного средства никак не зависит от объема и качества выпускаемой продукции. Этот вывод был сделан применительно к последствиям по налогу на имущество. И судья Верховного суда поддержал соответствующий вывод. Таким образом, налогоплательщикам необходимо принять во внимание практику Верховного суда и использовать ее в своей хозяйственной деятельности для правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok